Всем добрый день! Сегодня покажу, что я освоил, какую новую вещь. Ушло у меня где-то примерно 2-3 часа, что я считаю очень довольно долго у меня ушло, но все равно не везде есть очень хорошие учебники, исправщики, чтобы можно было это освоить. Но это работа именно по питону, по работе с базой данной MySQL, точнее MySQL я еще не работал. Тут вот такой простой примерчик, да, из двух файлов. Первый это база данных, она небольшая, весит 8 килобайт всего лишь. И вот такой вот пример 1,6 килобайта простой. Делает пример довольно просто. Тут вот хотите добавить нового пользователя, выбираю, допустим, да, вот тут сейчас я напишу нет, да, он напишет, что ответ введен неверно, хотите ли закрыть скрипт? Скрипт закрыть я нет, не хочу, ввожу ему, что нет. То есть, ну, можно сделать другие. Вот работаем дальше. Хотеть добавить нового пользователя. Да, я добавить хочу нового пользователя. Ввожу желаемое имя, ввожу логин, ну и, допустим, набираю пароль. Музыка. 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 Вот он, потом и выдает, получается, из базы данных список всех. пользователей что он добавил вот последний пользователь добавился и спрашивает хотите закрыть скрипт я хочу продолжить работу хочу или я добавить нового пользователя да хочу добавить новый пользователь и добавляем нового пользователя вот новый пользователь добавился терем спрашивать хочу или закрыть скрипт да я хочу закрыть скрипт закрыть и сейчас я его открою именно через среду программирования чтобы показать что там находится внутри и именно какими командами и функциями я пользовался вот такой вот небольшой скрипт получился для работы того что продемонстрировал в консоли для работы я использую импортирую всего лишь две библиотеки этой скулой 3 который уже находится в пайтоне третьем если не ошибаюсь я считал что с 2.5 версии она включена автоматически и надо ничего скачивать и импорт . sus вот у меня есть несколько функций которые работают вот они функции написаны и есть бесконечный цикл в котором все это круется да вот так вот можно создать легко бесконечный цикл чтобы он работал до тех пор пока условия выполнены мы работаем да есть у меня получается функция это коннектор с базой если например нас нету базы дамы и заново по факту создаем есть тут она очень такая неприятная вещь с которой я очень сильно не любила работать но в питом с питоном начал чинить ценить сейчас при изучении это функция return очень оказался это очень удобная вещь мне очень нравится именно ее использование и поэтому в дальнейшем я все-таки больше планирую на неё до опираться до следующая функция это вот текста да куда я передаю получается два параметра которые мне нужны для работы также есть функция вывода то информация которая у меня есть вообще по факту можно было бы и вот эти две функции объединить но я планировал сделать и потом отдельно хочу ли посмотреть табличку да но сделал пока вот в таком варианте чтобы сэкономить по сути пока свое время да ну и функция которая позволяет мне закрыть соединение самое первое с таблицей и закрыть скрипт обычно в скриптах не используется выход потому что они должны работать то есть вечно и вообще в идеале не производить ошибку но мне нам понадобилось да дальше рассмотрим бесконечный цикл в котором крутится именно переменная это самое первое что я делаю это я запускаю запускаю меня подсоединение к базе данных из создают то есть табличку проверяя если там такая табличка с такими-то параметрами и возвращаю именно курсор и коннекты на таблицу вот это вот очень важно вот с этими переменами в дальнейшем то есть нужно работать при подсоединении там с базы чтобы не возникало ошибок тут все довольно очень просто первая переменная это мы получается соединяемся с базой который вот я назвал пример до коннектимся потом курсор создаем по которому к ней обращаемся и вот эта команда который мы производим все действия то есть все запросы которые нам нужно работать возвращаем два этих очень важных параметра для работы в этом место дальше у нас получается что мы спрашиваем хотим ли мы продолжить вводим да нет в обычную переменную и тут вот переменная эта функция работы со строками со строками который переводит все чтобы я не ввел в нижний регистр чтобы не было ошибок и сравнивает с игреком то есть можно было бы еще сделать то есть тут вложить то есть получается или сделать до сравнение просто там с у либо м да либо там какие-то другие написания ну можно это все вложить или там написать например словарь да и проверить есть ли ответ вложенный в этом словаре кстати так было гораздо правильнее бы по факту проверить если и это то что мы ввели в словаре это было бы гораздо правильнее потом что получается я вызываю функцию ввода и именно функцию воды я передаю два аргумента то есть который я получил вот отсюда и вызывается функция у меня ввода вызываю я именно ввожу записываю перемены которые я мне требуется ввести потом я создаю сквель запрос внимательно прошу посмотреть на то как оформленный сквель запрос у меня очень большой затык именно вышел с правильной формой написания этого запроса потому что вот тут предлагается записать сразу готовые данные записать туда а вот чтобы правильно подставить все-таки спустя либо вот так либо передается список если бы можно сюда сразу список указать передать либо вот так вот передать мне было так удобнее и еще очень важная вещь это подтверждение всех транзакций всех действий что мы делаем это вот эта операция она прям обязательно а иначе все что вы сделаете просто тупо не сохранится следующее что у нас получается это функция вызывает именно проверяя то есть показывает нам все что есть в таблице запрос активируется да мы вот сделаем запрос до выбираем всю таблицу все что там есть потом достаем весь этот запрос он в виде большого такого словаря идет и просто печатаем все подряд потому что я не стала заморачиваться именно с распечаткой но как вы видите как эта функция так и эта функция написано немного неправильно написано не через ретурн бы правильнее было бы написать ретурн текст да то есть ретурн текст до вернуть текст а вот сюда вот уже принятые функция которая есть вызывается сюда чтобы она вернулась просто распечаталась это было бы так удобнее ну и плюс еще дальше мы после того как мы ввели уже наши данные в таблицу проверили что они уже записались а хотим ли мы продолжить работу с скриптом если мы хотим закрыть программу до то мы вызываем метод самый главный это закрытие и для базы данных работ с базы данных вызывать ее тоже нужно чтобы не было ошибок по работе ну и соответственно технический выход по справке я читал что там есть три варианта но из всех что на трех на четырех сайтах я наткнулся где пишут что этот вариант наиболее правильный окончание скрипта для работы чтобы не вызывало ошибок что он закрывается что касается по работе с баз данных то есть вот это основное что нужно сделать то есть дальше уже идут то есть это основной пример что можно сделать дальше уже идут это примеры работы с апдейтами и варианты выбора селек то есть можно очень разные то есть язык сам по себе и сквель довольно однобразие но запросов можно написать очень много в зависимости от сложности задачи использования так сказать таблиц сколько они связаны но это уже вопрос другой темы самое главное такой простой вот пример получился разобрал я также как он тут работает какие перемены использую что я делаю надеюсь данном видео было очень довольно все полезно благодарю за внимание не забывайте подписываться на мой канал до свидания всем удачи и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok